Сегодня мы проводим внеочередное заседание комиссии по тигногенной ситуации в связи с ухудшением погодных условий, которые ожидаются у нас ближайшие трое-четверо суток. Мы сегодня по заданию главы Харьковской областной государственной администрации проводим внеочередное заседание. Образуется несколько сложных фронтов и теплых, и холодных. Погодные условия на ближайшие дни очень сложные. По сообщениям Харьковского гидрометцентра и гидрометцентра Украины, в субботу 17-го, в воскресенье 18-го и понедельник 19-го ожидаются сильные снегопады с переходом на мокрый снег и дождь. Также очень серьезно будет меняться амплитуда температур. Сначала будет плюсовая температура в субботу, в воскресенье уже будет минусовая температура. Это связано и с налипанием мокрого снега, образованием гололеда. Точно так же мы ожидаем сильное усиление ветра до 20 метров в секунду. Это тоже неприятности на дорогах, в первую очередь, это переметы. Это неприятности могут быть по отключению линии электропередач. Сегодня по поручению главы Харьковской областной государственной администрации у нас проведен штаб по чрезвычайным ситуациям. Он проходил в режиме селекторного совещания. Участвовали все районы и города областного подчинения в этом селекторном совещании. Мы доложили все службы о готовности, в первую очередь дорожники. Доложили о количестве техники и горюче-смазочных материалов. Службы «Былэнерго», службы по чрезвычайным ситуациям, службы полиции. Мы еще раз определили порядок взаимодействия, координации наших движений. Хочу сказать, что на сегодняшний день по докладам все службы готовы. Материалы, запасные части, техника, людской ресурс полностью есть в наличии. И все службы, естественно, будут работать в круглосуточном режиме. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье во время этой непогоды. Дано указание всем главам районных администраций находиться полностью на местах, организовывать работы. В воскресенье мы проводим по заданию главы администрации области еще одно заседание штаба промежуточное, которое будем смотреть о состоянии выполнения поставленных задач и борьбы с непогодой. И потом подведем итоги. Я думаю, что тот подход, который мы сейчас осуществляем, даст свои результаты, и у нас в области будет все в порядке.